Павел Путиневич, закончился последний контрольный матч в рамках Крымского сбора. Первый вопрос, конечно, по игре, а потом поговорим в общем о сборе. Равная игра, скажу, что равная игра на тяжелом поле, очень тяжелое поле после проливного дождя. Дождя скользкая, мокрая, и то, что ребята выдержали именно в плане борьбы, в плане движения, потому что очень много силовой борьбы было, много стыков, подкатов, выдержали, выдержали. Ну, где-то, если брать план, который мы принимали на эту игру, но, в принципе, на таком поле сложновато было выполнить его. Но ребята старались, и у нас в обороне практически не дали шансов команде соперника. Таких реальных моментов, чтобы закончилось взятием наших ворот, таких моментов не было. Что касаемо наших атак, было две хорошие атаки в первом тайме Бирюков, когда убегал и простреливал Турик, буквально там сантиметры не замкнул эту передачу. И во втором тайме у Мичуренкова после фланговой хорошей быстрой атаки с последующей передачей в линии в штрафную площадь от короба на Мичуренкова. Удар в штангу и добивание, просто уже пустые ворота, одним и вторым ударом не завершил. Ну, по такой игре и два этих момента это уже неплохо, потому что качество поля не позволяло вести ни комбинационную игру, и это сложно было. Павел Патерич, ну все, факел покидает Крым. Каковы в целом итоги сбора, по вашему мнению, удался? Все ли задачи, цели выполнены? Ну, не все, скажем так, было хорошо в плане организации со стороны. Принимающие стороны были накладки определенного толка, связанного и с бытовыми условиями, и качество полей все оставляло желать лучшего, и погодное условие не очень хорошее. Но старались мы выполнить программу, все то, что намечали, выполнили. Но были моменты, которые, ну скажем так, не совсем качественные поля, и естественно, что это сказывалось на качестве работы, какую-то определенную нервозность это вносило, потому что мяч скачет, дробит все, и поэтому... А так в основном мы выполнили эту работу, которую намечали. Что ждет факел дальше, на следующем этапе подготовки? Следующий этап сейчас, ребята, получают 4 дня выходных. 19 числа мы вылетаем на заключительный учебно-тренировочный сбор в Анталию. Оттуда возвращаемся мы 31 числа. И с 3 числа уже в Воронеже начинаем непосредственно подготовку к первой игре 10 апреля с командой «Металлург Липецк» в Липецке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова